Доброе утро! В эфире «Время новостей» в студии Ольга Сиротинская. Журналисты телеканала МТВ ежедневно рассказывают о жизни города, героя и области, о том, что волнует жителей. В Волгоградских школах сегодня успешно развивается цифровая образовательная среда. Мои коллеги отправятся на открытый урок в одну из таких школ и разберутся в устройстве искусственного интеллекта. Межрегиональная выставка медицины и здравоохранения сегодня стартует на Волгоград-арене. Особое внимание ее участники уделят поддержке материнства и детства. А на площади Ленина продолжается реставрация братской могилы. На каком этапе работы сейчас, об этом и многом другом мы расскажем в течение дня, а пока к другим темам. Многофункциональные, безопасные и бесшумные. В многоэтажках Волгоградской области по программе капремонта смонтировали уже более 900 современных лифтов. Новое оборудование устанавливают там, где срок эксплуатации уже истек. До конца года специалисты заменят 1277 подъемников в более чем 370 многоквартирных домах Волгограда, Волжского и Камышина. Дарья Коломыченко оценила работу нового лифта – многоэтажки в Тракторозаводском районе. В этом году этой девятиэтажке по улице Академика Павлова 4 в Тракторозаводском районе 35 лет. Новоселье жильцы дома справляли в далеком 1987 году. Со временем релейные лифты советского производства начали подводить. Срок службы оборудования истек, и начались поломки. Часто какие-то застревания проходили. Потом, в конце концов, стенки, двери пришли уже в негодность, так скажем. Конечно, вид уже был старенький, негодный. Новенькие лифты очень нас порадовали своей внешностью, своей работой, скоростью. Тихо едет лифт, красивый. Ну и голос оповещает, какой этаж. Шесть подъездов, шесть лифтов и огромное количество семей, зависящих от их бесперебойной работы. Для молодой семьи Докучаевых каждая такая поломка старого лифта откликалась множеством неудобств. Особенно для Виктории. Когда муж работал, ей одной приходилось подниматься на девятый этаж с ребенком и сумками. В последнее время очень часто ломался. И, конечно, тоже приносил определенный дискомфорт. По старому всегда определяла, что муж поднимается. А поэтому не получается. Не слышно. Нет, очень бесшумно, тихо работает. Вообще прекрасно. Современные лифты – это стальные кабины, антивандальное покрытие внутри, зеркала и специальные завесы. Они не дают дверцам закрыться, когда люди заходят и выходят. Для детей и пожилых людей здесь установили поручни. В случае отключения электричества в кабине есть дополнительные батареи. Они включают аварийное освещение. Для маломобильных граждан подъемники оборудовали кнопками со шрифтом Брайля и удобным съездом. Лифты движутся очень плавно и безопасны для всех пассажиров. Он тише работает, он как-то более цивилизованный, чистенький. Ну, зеркало – это оно, зеркало. Ну, что зеркало? Вот. Ну, приятно прямо. Потом вот женщины отделочные работали, там вот аккуратненько тоже самое. Перечень многоэтажек, нуждающихся в замене лифтов, дом на севере Волгограда включили в этом году. Работы провели за пару месяцев. Специалисты заменили все. Кабины, несущие тяговые канаты, лебедки, станции управления модернизировали электронику. Все оборудование прошло экспертизу и готово к эксплуатации. В нынешнем году нам удалось более чем в пять раз увеличить темпы производства работ. И если в период с 2017 года по 2021 год лифтовое оборудование было заменено в 104 многоквартирных домах, то в этом, в текущем году, новые лифты стоят уже более чем в 530 многоквартирных домах. И теперь наша задача, не снижая темпов, подтянуть и другие виды работы. Сейчас уже в 262 многоэтажках Волгоградской области установили 917 новых лифтов. Из них 44 в домах Камышина, 141 в Волжском, 732 подъемника в многоэтажках города Герой на Волге. На очереди еще 356 лифтов в 111 многоквартирных домах. В рамках региональной программы всего запланирована замена более чем 6500 единиц лифтового оборудования до конца действия региональной программы. Из них почти 4000 необходимо заменить до 2025 года. В целом, да, отставания от графика нет. Задачу ускорить темпы замены устаревших и аварийных лифтов в многоэтажках региона поставил губернатор Андрей Бочаров. До конца 2024 года в регионе предстоит заменить все лифты, отслужившие свой срок. Это позволит улучшить условия проживания для тысяч волгоградских семей. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. Новые тарифы для проезда на общественном транспорте. В какие города чаще всего летали жители города Героя в этом году и в каких районах Волгоградской области отопительный сезон уже стартовал. В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций портала МТВ.онлайн. Рабочие места, учеба и санатории. Какие льготы положены родным волгоградских мобилизованных? Ответы на актуальные вопросы в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область». Единый безлимитный и 120 минут. В Волгограде планируют ввести два новых тарифа для проезда на общественном транспорте. Сколько можно будет сэкономить? В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Выше по степени риска только оранжевые и красные. Синоптики предупреждают о сильном тумане. Ухудшение видимости может спровоцировать автоаварии на дорогах. Под предлогом продажи щенка Корги мошенник похитил у Волгоградки деньги. Доверчивая девушка перешла по ссылке, которую отправил аферист. И с ее счета списали 35 тысяч рублей. Для любителей активного отдыха в Волгограде рядом с амфитеатром планируют построить скейт-парк. Идею развития площадки архитекторы города-герои обсудили со спортсменами, а какое новое пространство появится для поклонников танцев. А также, в какие города чаще всего летали волгоградцы в этом году? В каких районах Волгоградской области отопительный сезон уже стартовал? И какое наказание грозит жителю региона, который из мести протаранил автомобиль соседа? Все это и не только читайте на портале mtv.online. Уже на ближайших выходных, а это 15 октября, Царицинская опера покажет премьеру. Оперу-буфа итальянского композитора Джоакина Рассини «Сибильский цирюльник». Комический спектакль ставит режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Акулов. Сейчас в театре завершаются последние репетиции. На сцене монтируют главную декорацию – двухэтажный дом, в котором развернутся главные действия. Мои коллеги побывали на подготовке и готовы рассказать, почему вечер субботы нужно обязательно провести в Царицинской опере. До премьеры меньше недели. На сцене последние приготовления. Постановщики монтируют и двухэтажный дом, возле и внутри которого будут разворачиваться действия спектакля. Счастье у влюбленной пары, граф Альма Вивы и прекрасной Розины будет мешать зануда опекун Бартола. Но на стороне влюбленных находчивый цирюльник Фигаро. С одной стороны это дом, вот как дом Бартола. А если развернуть на 180 градусов, то там получится уже комната. Комната Розины на втором этаже. Почему здесь вот такие большие замки появились? Ну это замысел режиссера, что Розина должна быть под замком, что он за ней следит. Конструкцию высотой 4,5 метра и длиной 5,5 изготовили в мастерской Ростова-на-Доно. Волгоградским мастерам остается аккуратно собрать. Декорация массивная, ведь солистам предстоит активно перемещаться по ярусам. Но компактная и мобильная. Во время действия ее будут передвигать и разворачивать. Для нашего театра это не самая сложная конструкция. Есть более сложные в плане сборки. Это довольно компактная. Она получилась довольно объемной, зрелищной. Я думаю, зрители оценят. Под окнами этого дома граф Альма Вива в исполнении Вадима Дмитрова и Алексея Шапошникова будет петь серий «Нады разини», роль которой исполнит лауреат российских и международного конкурса Екатерина Богачева. На подготовку к спектаклю у солистов ушло около месяца. За это время они не просто выучили партии на итальянском языке. Каждая режиссерская репетиция стала буквально тренировкой на выносливость, признается солистка. Это опера Бельканто, это высший пилотаж для певцов. Вот эти вот все виртуознейшие арии с огромным просто диапазоном, все эти сцены наполнены просто безумным количеством мизансцен. Мы там и бегаем, и прыгаем, и сверху, и вниз, и, в общем, кверх ногами, и, в общем, лежа, и кувыркаясь. В общем, и все это вот при этом нужно очень красиво петь. За кулисами работа почти завершена. Мастера художественно-декорационного цеха подготовили десятки предметов. Антураж истории создадут музыкальные инструменты, патефон, вещи цирюльника, домашняя мебель и большое количество кухонной утвари. Большинство реквизиток спектакля уже готово. Много деталей мастера делали своими руками. К примеру, еда, вот морковка, сделана из бумаги и марли. А над этим блюдом бутафоры и постежуры трудились вместе. Тарелка спагетти по ходу действия станет париком, который зальют майонезом и кетчупом. Большая часть вещей имеет необычное амплуа и вторит к комедийному жанру спектакля. Но режиссер-постановщик Владимир Акулов стремится представить сивильского цирюльника не просто в виде сатирической истории, обрамленной великолепными ариями и дуэтами. Смысл, суть и содержание ничем не будут отличаться. Я для себя посчитал нужным. Это вот то, о чем сейчас говорят режиссеры, которые, в общем, сосредоточены на работе в оперных театрах. Вот мотивация и психологизм отношений действующих лиц. Постановщики перенесут зрителей из европейского 19 века в 50-е и 60-е советского 20-го. Стиль ретро будет угадываться и в одежде героев, и в цветовом решении сцены. Но главное останется прежним. Герои сивильского цирюльника убедят зрителей, что главная движущая сила человека, любовь, остается бесценной во все времена. Анна Рябова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Это был крайний сюжет выпуска. Если что-то пропустили, заглядывайте на наши официальные страницы в соцсетях. Читайте, смотрите нас, оставляйте комментарии. Кстати, посмотреть наши выпуски, сюжеты можно и на rutube.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал. Добрых вестей, берегите себя. Сегодня в областном центре пасмурно-небольшой дождь ожидается в течение дня. Ветер западный – 5-6 метров в секунду. Температура воздуха за окном – 11-13 градусов тепла. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»